Всем привет, с вами Дмитрий Фресенко и сегодня хочу показать вам интересный эншпиль. Он довольно простой, но тем не менее мне понравилась данная задача, так что надеюсь вы тоже ее решите вместе со мной. Итак, перед вами позиция, где у нас ферзевый эншпиль и более того еще и пешек на доске нет. То есть, конечно же, в 99% случаев таких позиций будет очень легкая ничья, но тем не менее в данной позиции ход черных, но в черном шах это очевидно, что ход именно за ними, и у черных при правильной игре есть выигрыш. Так что поставьте видео на паузу и постарайтесь найти правильный ход за черных и план выигрыша. Ну что ж, я надеюсь, что вы это сделали. В принципе, задача, еще раз скажу, довольно несложная, потому что здесь очевидно, что если черные хотят выиграть, им нужно играть на мат, но очень важно здесь воспользоваться известным правилом угроза сильнее исполнение. То есть, что я имею в виду? Если мы уходим сразу королем черным, ну допустим куда-нибудь типа там, не знаю, ну пусть будет король е3, например, с шахом, то есть это как раз именно исполнение угрозы, то есть это шах, но в этом шахе нет каких-то больших проблем для белых, король просто уходит, ну и собственно возникает равная позиция. Король же 1, я думаю, тоже давала легкую ничью. То есть тут понятно, что, ну как бы вечный шах есть, там есть размен ферзей, оценка, конечно же, 0, то есть ничья очень простая. Именно поэтому мы здесь не уходим королем с шахом, играем королев 3. Только такой ход дает выигрыш, но тем не менее выигрыш довольно простой, то есть как раз вот в данной позиции уже у нас возникает как раз таки идея скрытого шаха, и причем, что самое главное, что если белые ставят шах, они получают скрытый шах в ответ. Ну вот допустим, давайте проверим за белых. Вначале ход ферзи 3, логичный ход, но тогда мы играем королью в 2, то есть это и защита от шаха, и это скрытый шах еще и королю белых, ну и далее после ухода короля просто ставим мат. Также, если белые играют не ферзи 3 в данной позиции, например ферзи в 8, делают шаг со другой стороны, то тогда король уже идет на поле g3. Ну и финал такой же, король g1, ферзь g2 мат, тоже мат на поле g2. Также, что еще могли сделать белые? Ну, самый сильный ход за белых в данной позиции это ход король h2, не допуская скрытый шах, да, вместо ферзи 3 как раз король h2. Сейчас покажу, но тогда король h2 тоже очень легко выигрывает за черных, если они сыграют правильно, а именно ферзь h5 шах. Итак, ферзь h5, король g1 и ферзь g5, ну если бы черные сыграли, если белые не сыграли король g1 сразу, тогда сразу бы сыграли ферзь g5, была бы та же позиция, но на ход раньше. Ну и теперь все довольно просто, то есть если король f1, то ферзь g2, король e1 и ферзь e2 мат. На король h1, ферзь g2, мат в один ход. То есть вот такая интересная задача, опять же таки скажу, она не сложная, и понятно, что тут, я думаю, большинство нашло решение, может в принципе все мои зрители нашли правильный ход данной позиции, но тем не менее, действительно такой редкий случай, когда у нас при соотношении материала ферзь и король против ферзя и короля, и без пешек возникает выигранная позиция. Конечно же, если добавить там пешку белым или черным, то понятно, что тот руководишняя пешка принятует на победу всегда в этих позициях, но вот без пешек, конечно же, обычно это очень легкая ничья, но вот здесь за счет матовых угроз, за счет скрытого шаха, который мы хотим сделать, либо с поля g3, либо с поля f2 возникает победа черных. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.